все мы переходим к давайте на анализ работ анализу работ да это елена даже я знаю мы сейчас просто чтобы там не середины начинать давай попробуем сейчас делал так вот и поехали значит вот он еще постель вписалась успела почему-то но суши для такого сложного натюрморта которые писали вот эти не готовы мы рассматривать не будем давай начнем вот этой работы о да шикарная работа а кто автор автор непонятно как зовут человека но о дон ну да не знаю как обратиться извините не знаю как обратиться смотрите во первых сразу шевелить вот этой штукой и тогда будет а видят то что видят сейчас экран то что я говорю смотри даже сейчас секундочку что не отвлекало вот так вот и вот этим ширина смотрите мне очень и очень нравится вот этот сыр верхний и нижний сыр то есть прекрасно сделан анализ тональный как раз то о чем я говорила верхняя плоскость светлее нижняя темнее и складки видны и разница в тоне и у верхнего сыра будем их назвать верхний и нижний мир верхний сыр у верхнего сыра текстура очень хорошо передано и действительно понятно что вот это крупинчатости тон и плесень туда вписалась прямо очень здорово что еще мне мне очень нравится виноград сделаны то есть он тоже и на нем и светит хватило видно и достаточно контрастен и видно что он светится я даже не могу сказать что мне не нравится но вот самая эффектная часть это вот наверное вот вот здесь прямо и баночка и ложка здорово написано на что хочу обратить внимание и что точно стоит доделать потому что работа очень хороша во первых ну вот то что я показывала сейчас тщательно то есть отжатой кистью смягчить границы верхних эллипсов и боковины потому что сейчас она обладает ну вот это вот граница то что было раньше под маскирующей жидкостью она как будто разрезает объем то есть вот объем тщательно создан был вот здесь вот здесь вот тщательно создан объем а вот эти линии они как будто вот аппликация они уплощают и нужно избавиться от того что режет глаз немного потеряна геометрия эллипса может быть вот в этой части то есть вот здесь появился уголок которого нет но это вреднее всего тоже там жидкость так нанесли тоже потереть ну то есть вверх быть выбрать пигмент для того чтобы выровнять эллипс я бы посоветовала ну и прежде всего вот от этого резкого края избавиться потому что он не однородный на протяжении всего бокала вот особенно если взять за подсказку ту моя работа которая уже готова и написана там вот это вот прямо отчетливо видно то есть меня смущает здесь только верхняя часть вот здесь в этом бокале и вот в этом бокале для того чтобы работа смотрелась закончена ткань написано хорошо но тут не стали выделять дырочки может быть позже сделали ну и в общем ладно и еще мне кстати нравится как решена вот здесь салфетка то есть воздушно увели на нет и вот оставили банку и ягоду то есть мне нравится такое решение в принципе возможно чуть-чуть тень вот здесь слушай а ну то висит немножко в воздухе я кстати когда дело я не акцентировала внимание на эти тени просто вот здесь согласно но тут уже долгое время висела 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 да я это вот то есть вот здесь падающая тень нужно иначе кажется что она уже оторвалась от поверхности просто от нижнего сыра к верхнюю нет работа прекрасная правда я всегда заят восхищение избавиться только от излишней геометричности белых пятен вверху и все и просто прекрасные и подписаться на арт-маркерс на глаз поставить хэштег конкурс и все и можно участвовать так дальше едем олеся олеся ну то есть тут еще есть пространство для работы основа чудесная то есть чем занимаемся теперь нужно создать необходимо необходимо создать создать нужный контраст верхней части бокалов опять же здесь я не вижу таких резких четких линии потому что видимо фон сам по себе достаточно светлой но прежде всего тоже необходимо будет показать геометрию эллипсов и что важно у левого бокала теряется ощущение передней стенки стекла то есть и мы ее не видим вообще она не обозначена ну то есть хочу сделать кстати чтобы она вылезла вперед потом не она будет темнее да то есть за ней посмотреть за передней стенкой будет просвечивать вино тогда а она как бы то ни было несмотря на то что она отражает небо и она более светлое она все равно отличается и по цвету и по тону от того что мы наблюдаем вот здесь то есть но я понимаю что работаешь на этапе на определенном просто вот просто хотелось показать и услышать комментарии да 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 вот сюда продолжаем работать вот здесь и нужно именно создать иллюзию передней стенки потому что сейчас ее ну как будто бы нету проработать виноград темным я бы уже не стала делать может быть где-то вытереть но вот как я показывала вытирание кистью на границе наверно здесь прям такой резкой нет границы даже мне кажется его и в референс может быть есть в референсе но все-таки виноград это объему как бы форма шара и блики очень ну и рефлексы от белого потоконника от белых откосов принимает на себя очень хорошо то есть резкой границы не будет ну чтобы форму завернуть и она не было не выглядело просто пятном ну продолжать работать надо банка это понятно здесь доделать сыр тоже прекрасно у оба сыра прекрасны и чтобы я еще это дело наложила бы больше тона вот сюда вот ну то есть можно пройтись повторно ультану теневую сторону повторной лессировкой естественно что будет доработан орех я понимаю что в начальной стадии и не забыть про падающую тень от орехов и вот это ягода да едем дальше вот пожалуйста вот ну в общем работа уже доделана полностью что мне нравится мне очень нравится нижняя часть как решена салфетка как фон написано внизу нравится верхний фон единственное смотрите ножка бокала она выглядит бесплотной то есть стекло одинаковая фактура та же самое что верхней части что внизу фон тоже одинаковый то есть нету никаких оснований для того чтобы она была настолько светящийся пустая пустая насколько она выглядит сейчас то есть при такой при так таких тональных отношениях внутри стекла вверху тональных цветовых нужно выдержать такой же баланс внизу вот здесь мы возможно просто не дарила да да добавить какой-то да посмотреть на референс что мне еще нравится вот эта часть мне нравится как решена то есть прямо объем хорошо читается объем стекла потому что объем стекла мы можем понять создав объем жидкости ну или того что заключено в это стекло может быть я бы либо уменьшила знаете что тоже разница не так очевидно между верхней плоскостью и вертикальной то есть либо нужно выбрать краску с верхней и сделать ее посветлее либо утемнить именно саму плоскость потому что вот сейчас если глаза прищурить видим здесь ну то какой то там тон пятно потом линию резкую и потом снова точно такой же тон вот здесь вот и эта линия разбивает объем она не дает ну как бы она не заворачивает форму просто режет пополам поэтому либо здесь сделать темнее либо вытереть немного линию сделать вот здесь светлее здесь очень красивые нюансы кстати ну вот опять же вот здесь бы я добавила еще тени падающие от винограда потому что судя с какой интенсивностью и колоритом решены падающие тени от орехов от сыра будет логично же мне очень нравится складка вот так что едем дальше да сушки здорово вообще супер и такой интересный колорит интересно очень получилось ну тут тот же тот же момент который я озвучила кстати на предыдущих работах смотрите пока еще остался слишком светлый след от снятия маскирующей жидкости то есть зарабатываем убираем смягчаем вот эту границу работая сухой отжатой вернее влажной отжатой кистью в которой не очень много воды смягчаем ее эту границу вот здесь тоже ножка ну очевидно что она будет доделано здесь она доделано можно добавить контрастов ну и прописать верхний эллипс и верхний эллипс у правого бокала верхняя лица левого бокала виноград прекрасно я бы уже не стала сюда лезть потому что решено хорошо очень интересным здесь контрасты цветные интересно смотреть глазу приятной падающую тень единственное усилить стоит ну просто чтобы виноград уже не перегрузить вот так разговаривают ну да возможно узнаешь можно сказать что-то тон из лишний синий здесь но мне нравится мне нравится да опять по объему то же самое смотрите сейчас пока плоскости абсолютно одинаковые по тону их разделяет только линия посередине поэтому либо сделать вот здесь светлее выбрать либо здесь сделать еще темнее но не линию всю плоскость а так кстати очень красивое цветное решение такие нюансы цвета сыр я бы тоже уже сюда не лезла все прекрасно чтобы не утяжелить у баночки снято тоже обработать точно так поработать точно также как над бокалами сейчас пока это просто линии белой которые разрезают объем что еще ну и можно немножко еще детализировать ложку просто чуть-чуть тени порезть она в принципе так хороша но можно потому что достаточно контрастный решен вот здесь первый план ну и в общем интересно вот так едем дальше а елена да елена то есть что прям здорово получилось сразу отмечу во первых ну приятно видеть хорошо решенную хорошо решенный по тону нижний сыр здорово получился виноград вот прямо согласись иллюзия того что задний слон до солнца светит и прямо ягодки просвечивают очень красиво мне может быть кажется что здесь все таки слишком белые блики бог вот здесь вот смотрите на протяжении всего овала мы видим просто эллипса верхнего видим просто светлая но светлый ободок который обведен темным ободком то есть бокал решен объем на сам а вот верхний эллипс нарушает это восприятие объема да я бы что сделала то есть например думаю что стоит усилить разницу между передней гранью и задней стенкой между переднем смысле мы сами стенкой ну да да бортик на передний бортик это как бы часть передней стенки то есть я просто вот здесь выбрала краску сзади мне кажется что будет красиво если она будет не так обведена сильно вот эту обводку сверху я бы убрала то есть передний бортик он чуточку тем но пусть до переднему не повредит а задним вот чтобы добавлять ничего бы больше сюда не стало потому что уже она и тонально решена и цветные нюансы здесь я понимаю что вот это кстати повышенная контрастность это эффект от фотографии да смотри здесь еще видишь такие на просто да вот это очень красиво кстати там есть этот момент я не стала на нем акцентировать внимание но да и он немножко есть у меня на работе это кстати да прямо очень похвально потому что здесь происходит инверсия тональная видишь белая ткань и дырочки на ткань белой дырочки темная а когда мы смотрим на просвет ткань непрозрачная дырочки светлые и сразу возникает свечение очень красиво т.к. это пастель так оленого о какой так смотрите отлично все бокалы прекрасные но и колористика бокалов чудесное что меня смущает в первую очередь я полагаю что вот здесь просто это из-за краски то есть видимо искали смесь для плесени получился слишком цвет травяной ну как вы знаете он зеленочный то есть изумрудный слишком он там не такой поэтому я бы наверно подвыбрала вот этот зеленый цвет сейчас кисточкой если есть кобальт то просто пролессировала сверху кобальтом и на места то есть я была точечки так скажу выскажусь яснее первое я бы убрала кисточкой насколько возможно зеленый цвет ну то есть тот он слишком зеленый немножко не тот который нужен для 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 плесени второе вот эту грань я бы пролессировала кобальтом во первых ее нам нужно это поможет ее сделать темнее во вторых поможет избавиться от ну вот этого слишком ядреного цвета зеленого не такой должен быть после того как сверху уберем зеленый цвет каким-нибудь темным ну вот например как здесь или как здесь то есть там цвета уже не читается там скорее то он вернула бы на место плесень только мне нужно убрать этот цвет излишне и ягоды наверно может быть они слишком фиолетовыми выглядят что сделать что сделать может быть и нет потому что я подаю себе отчет что это может быть эффект фотографии то есть как смотри фиолетовыми я сужу вот по тому что я вижу вот здесь вот эта часть мне нравится как решено да из нее вот прям выбивается сыр на моего уже обсудили и вот эти ягоды кажутся слишком синими то есть я бы на верно положим они такие же и на рисунке вот что сделать чтобы их как-то успокоить пролессировать туда я слышно вот не знаю какими красками лена работала я бы взяла что-нибудь нейтральное погасить может быть даже ту же самую сепию для того чтобы просто прикосить этот синий цвет может быть можно вот выбрать немного его кистью и заменить то есть выбрать интенсивную краску вот эту синюю краску и заменить более спокойной смесью ну очевидно что у лены не было ну да мы жули вам просто она искала какой-то может быть заменяющий может ну вот верхняя часть работы колорит мне очень нравится прямо так действительно это вот цвет вина и вино как бы в бокале так очень красиво решено поэтому работу нужно обязательно до довести до конца и чтобы она смотрелась потому что с уж слишком хороша она вот здесь чтобы не доработать здесь у банки можно вот ложка внутри точно будет темнее потому что если посмотрим на референс вот в этом месте будет сильный контраст ну в общем вот то есть референс у всех кто слушает перед глазами у нас он тоже перед глазами видишь то белая поверхность и за ней контраст банки а вот здесь вот по сути то есть здесь условно серая ну и здесь тоже цвет другой на тон примерно такой же да то есть если возможно сделать здесь светлее и добавить тона и цвета более ложки до ложкой вот в эту часть у банки супер так ну и все что это или так это уже это похоже уже все это закончились те которые выложены а ты сверху смотрел на вот я смотрел в только ну вот самое новое вот она сегодня работа давай обновим может быть что-то еще подгрузится да что-то еще подгрузилась вот после так погоди а вот этому как-то пропустили что-то я не ждала ждет нам она прошит пролетела а видимо я как-то вот добавилось так так вот слышно реку супер все шикарно вообще все супер шикарно мне безумно нравится вот эта грануляция вот здесь как цвет как тон вот сыр просто шикарнейшие вообще здорово решено виноград бокал вот этот переход то есть градиент до градиент даже не стала бы лезть сюда единственное что может быть ну вот знаете меня смущает только геометрия такой прекрасной живописи вот нарушенная геометрия самого эллипса это немного разрушает восприятие может быть убрала бы излишний контраст вот здесь белых пятен так я мне референс привозим нет здесь есть этот контраст убрала бы резкий край то есть ну то что я делала с отжатой чистой отжатой кистью смягчила бы ну вот она дает ощущение аппликации здесь просто белая полоска там это не полоска это переход формы плавное закругление формы в общем то так же как здесь ну только верхний овал меня смущает как поправить геометрию наверно уже никак может быть только так вот выровнять немножко да немножко самого так выровнять и все а так мне очень нравится очень тени падающие на месте все на месте очень свежу очень легко а вот вижу ложка ложка смотреть ложка основа сделано ну то есть добавить детализацию вот кстати об утюге как может быть решена работа да и детализации не это все на месте и очень хорошо так давай тогда будем выключать и включать значит это мы видим вот это мы не видели мы не видели хочется дотянуть фон будут дорабатывать так смотрите что мне прям сразу безумно нравится это сыр верхний сыр прямо свежо решен вообще не лезьте туда пожалуйста не и нижний да прекрасно виноград тоже хорош и салфетка ну то есть знаете вот вниз работы я бы уже может не лезла что меня смущает это может быть какая-то вот излишние резкие здесь выглядит как обводка вот немножко похоже на проволочные тени а что сделать если подразмыть под выбрать пигмент немножко вот здесь то есть либо может это эффект фотографии иногда просто пережимает контраст ну когда фотографируешь но вот здесь эту обводку как бы знаешь вот как будто выглядит обвели орех обвели вот здесь обвели орех снизу его как будто тоже обвели то есть тень ну все-таки она будет более плавной падающая но она здесь не очень сильно читается собственно и в референсе ну ее нужно сделать чтобы низ работы не выглядел прям резко то есть резкая полоса на салфетке резкая обвоз обводка у ореха и опять вот здесь резко смотрите по вот если мы проанализируем тон то то он вот этих вот дырочек которые вот здесь расположены и тон ребра салфетки примерно одинаковый ну вот и на референсе это да а здесь слишком большая разница поэтому очень мягко и деликатно и красиво решена сама салфетка и кружевные дырочки и слишком резкий вот этот край ну просто вы знаете вытерла или даже чем-то вот под кран не под кран но смягчила бы вот этот контраст его здесь не нужно он мешает он разрезает вот восприятие работа фон смотрите если фон до работать немножко то тень падающая но нет все равно смотри я понимаю что да то есть она не будет это та же самая ткань и она находится в той же самой ситуации среди как вот эти дырочки нету никаких предпосылок для того чтобы она вот здесь была настолько темная а через ну тут пол сантиметра в реальности она была бы светлее поэтому вот это ну вот сразу видно что это что-то не то фон смотрите вообще заливка чудесная я бы что сделала вот в этом месте тоже то же самое что я проделывал со своей работой и в моей работе которая была написана предварительно к мастер-классу к эфиру это тоже сделано вот эту часть я бы усилила намочите и просто чтобы фон выглядел более объемно не так плоско и опять же заставить светиться вот эту часть бокала просто усилить фон вот здесь мне кажется не стоит прям заморачиваться над ним потому что на самом деле все внимание сосредотачивается вот в этой части работы она у вас очень красиво решена вот хочется рассматривать вот этот кусок фон факультативен и он должен служить определенной задачи задача поставить в более выигрышную позицию вот это вот вино поэтому я бы вот здесь усилила остальное может быть не стала бы трогать это же в инстаграме если что вы можете задавать мне вопросы в личку высылайте отмечайте меня так здесь что ну вот мне кажется что опять же это эффект фотографии наверняка вот здесь вот я прямо вижу вот это ну то есть да смотри лист одинаково белого да 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 сложно сложно судить а то нет откуда-то оттуда шел и так вот телефон таким образом до проэкспонировал смотрите ну то есть из из того что я смогу сейчас проанализировать не возьмусь слишком анализировать тон вот здесь потому что могу ошибиться он может выглядеть в реальности не таким то же самое мне кажется слишком темная вот здесь то есть она даже выглядеть не как ребро салфетки а как будто бы это темная каемка нее выше то что тоже могу кстати да что тоже могло быть так что в принципе можно и так оставить то же самое поработать нужно сверху то есть сейчас вот эти линии отснятой маскирующей жидкости разрезают объем то есть вот в этой части мы видим объемные предметы и живопись а вот в этой части мы видим калаш или аппликацию потому что красивые живописные переходы и созданный объем нарушаются одинаковыми по цвету и по тону белыми полосами но я понимаю что точно не стоит по моему очень легко исправить по сравнению например с геометрией которые здесь дали на даги да кстати в метру здесь делать с ней не надо геометрия не надо ну просто доработать вот если не первый раз со мной то в принципе как бы понятно какого рода и комментарии даю и то есть доделать вот здесь вот этот кусок видите тоже сейчас это выглядит просто как орнамент а как будто мозаика или витраж ну то есть нужно доделать нужно вернуть объем вот в эту часть бокала объем вот в эту часть бокала может быть добавить вот сюда тоже фона не сложно судить потому что видно что фотография исказила до чтобы не как говорится не сделать хуже ну вот можно задать вопрос и потом в личку будет еще мне кажется надо обновить вот это мы видели нет вот этот мы тоже не видели другом видели да так а как тогда вот этот не видели больше четырех часов рисования прям чувствую усталость но кстати прямо прекрасная работа и вы знаете вы можете не знаю я горжусь этой работой горжусь вами что вы выдержали эту постановку потому что работа правда очень сложная и темп рисования был сразу скажу что мне нравится все здесь то есть мне нравится как решено вино в бокале мне нравится каким звонким выглядит стекло вот согласись ножка прямо звенит хрустальная вот здесь и объем есть и нету излишней но ничего бы не стала делать боюсь уже ну то есть есть момент когда надо остановиться поэтому ничего не нужно здесь делать нужно доработать банку совершенно очевидно потому что вот эти грани они разрезают опять же объем который создан ну то есть они пока выглядят как белая аппликация собственно то же самое что я говорила до этого вот и что мне вот здесь ну как бы не очень режет глаз пожалуй слишком темная ложка получилась она при смотрите задний план у вас решен довольно деликатно ложка находится на том же уровне где банка и поэтому либо нужно на банке сделать контрасты ну собственно то у меня например и ложка вот здесь может быть там еще где-то турец че грани да да белые блики на банке закручиваются когда либо подвыбрать таки ложку нужно ну то есть просто белый белый горы светлый водой простите я уже тоже не 4 час не только рисую беспрерывно говорю поэтому заговариваясь да то есть отжатая кистью выбрать и нарисовать объем смотрите если не получится вот работа прекрасная просто нужно уже нужно сделать так как должно быть доступными средствами советую взять белый карандаш акварельный не для того чтобы его размыть водой просто он укрывистый либо не белый либо какой нибудь светло-розовый либо взять слабый раствор гуаши либо использовать акварельное белило ну то есть создать на ложке объем избавиться просто от черноты не оттягиваемся внимание на работу очень хорошо давай обновим и собственно давай вот это последнее будет у нас обновление мы потом закончим потому что уже действительно подустали все так как сделать чтобы было подожди вот так а ну и все собственно больше никто ничего или никто ничего сейчас подожди я вернусь просто нужно здесь туда вот надо наши страницы или нет это мы видим как же сделать то тебе нужно вернуться на хэштег обновить да я просто не очень то сделать еще раз нажму на ссылку просто вот 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 так ссылку все это последний раз мы ее сегодня обновляем больше комментариев сегодня не будет вот это мы не вот это мы посмотрели только что вот так ты мне его сделать подозреваю что здесь опять вмешалась экспозиция телефона потому что прям слишком темный контраст вот здесь наверное его такого нету если он правда такой наверное стоит от него осветлить облегчить работу вот в этой части потому что все таки есть контраст между ягодой и вот этой частью работа но между она светлее но как бы она светлее здесь сейчас кажется как будто одинаково но город стоит сделать скидку на то что может быть телефон так сфотографировал поэтому если все-таки она такая же темная я бы посоветовала ее облегчить будет лучше читаться еще смотрите при повышенной контрастности если это если эта контрастность не от телефона стоит сделать более контрастными падающие тени потому что сейчас ну здесь пока я допустим от ягода нету падающей тени от орехов тоже на складке здесь явно тоже она должна быть посильнее потому что тон тени вот здесь на складке и вот этой части сыра он примерно одинаковый здесь сейчас намного чернее вот и допустим в этой части винограда и вот в этой части салфетки тоже тень почти тон почти одинаковый поэтому во первых при такой высокой контрастности точно должны быть падающие тени потемнее ну и я бы наверное вот эту часть облегчила будет лучше и живопись будет смотреться легче ну тоже то есть подразмыть нужно боковую часть здесь немного вот геометрия пострадала когда вы будете ее размывать можно выбрать часть фона но превратив его в бокал то есть вот по дуге если действовать по дуге то я думаю это вполне удастся сделать выбрать пигмент и создать мягкий край у бокала вот здесь так сейчас хочу посмотреть я на референс и кстати знаете что можно поработать вот в той технике которую я показала самом конце когда мы формировали объем светлым то есть темного вот здесь уже не нужно говорю контрастность работы сильно но допустим смочить вот в этом вот в этой области есть общий засвет блик не знаю либо это рефлекс от чего-то от стены но в любом случае назовем это светлое пятно она выглядит вот так здесь достаточно темно можно его нанести вот сюда но это поможет чтению формы то есть нанести воду смочить эту область и потом синтетической кистью попробовать выбрать вот так вот чтобы передняя стенка читалась как единое целое то есть она у нас не состояла отдельно из вот этой части отдельно из вот этой части а хочется каких-то мазков которые подчеркивают что они объединят формообразующие вот кстати как вот здесь решено до темнее я бы здесь делать не стала есть риск перегрузить а вот светлее выбрать очень будет решение ну что возвращаемся туда говорим еще раз спасибо еще раз до свидания еще раз спасибо до свидания надеюсь что мы с вами увидимся на курсе я очень жду ваша работа несмотря на то что в эфире их не смогу прокомментировать вы можете отмечать меня и я обязательно ставлю свои комментарии можете задавать вопросы в личку в инстаграм тоже с радостью отвечу маша просто невероятно не просто талантливый еще невероятно производительный добра ко всем потому что если сейчас все 500 человек тебе напишут это где-то тебе на недельку ответ так что не знаю даже я бы не рискнул но ты конечно больно сама выбирать свою судьбу мы очень тебе благодарны что приехала мы очень рады были с тобой познакомиться и мы обязательно еще машу пригласим прямой эфир и снимем с ней не один курс а на этом мы прощаемся с вами спасибо спасибо до до свидания